Просроченный президент соседнего государства стал все больше походить на противоречивого французского президента Макрона, который постоянно делает противоположные по смыслу заявления, касающиеся украинского конфликта и отношений с Россией. Еще вчера глава киевского режима говорил о своей готовности сделать первый шаг к прекращению украинского конфликта, предложив Москве отказаться от ударов по объектам энергетики, а уже сегодня сменил пластинку. Зеленский сообщил, что он откажется от приглашения России на второй саммит мира, поскольку намерен воплотить в жизнь свой победный план. Лидер киевского режима напомнил самому себе, что в победном плане есть все необходимое для того, чтобы принудить российское руководство к подписанию соглашения о справедливом мире. Зеленский отметил, что второй саммит мира должен состояться только после того, как украинские военные выполнят составленный ранее на коленке победный план. По всей видимости, киевский режим успел вчера получить отрицательный ответ из Москвы, касающийся предложения Зеленского о введении моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Такой ответ со стороны Кремля был ожидаем с учетом категорических заявлений российского руководства о том, что любые переговоры с просроченным режимом до полного освобождения Курской области исключены. Получив отказ из Москвы, Зеленский решил вновь прибегнуть к словесному шантажу и вспомнил о своем победном плане, который западные партнеры уже отправили на свалку истории. Известно, что указанный план, представляющий собой набор просьб и требований к западным партнерам, целиком и полностью опирался на западную военную помощь. Тот факт, что указанный план получил крайне негативный отклик в западной прессе, ясно показал, что западные лидеры в возможность победы Украины не верят. А тем временем украинский телеграм-канал резидент сообщил, что Кремль не спешит с освобождением Курской области, поскольку это дает Москве дополнительные аргументы для того, чтобы не начинать мирные переговоры по Украине.